Привет всем, с вами Ракис и разработчики снова запускают закрытое тестирование новой третьей карты 4х4, которая раньше называлась Savage. Но теперь ей и изменили название и надеюсь, что это не единственное изменение, которое ждет нас на тесте. Но давайте все по порядку. В своем последнем анонсе разработчики рассказали, когда будет данное тестирование, и они очень уж большое время уделили тому, что поменяли название своей карты. Они уж как-то слишком ответственно к этому относятся, но раз уж старались и распинались и так много текста уделили в патчноуте именно изменению названия, то давайте и я вам его донесу. Как мы уже рассказывали ранее, новая карта создана под впечатлением от островов Юго-Восточной Азии, в том числе тех, что находятся в Таиланде и на Филиппинах. Чтобы показать это, мы придумали комбинацию из двух слов. Первое, тайский вариант, слово наслаждение САНЮК. Второе, филиппинское, тагальское слово для обозначения курицы МАНОК. Ну, вообще это не только курицы, у охотников есть специальный МАНОК, которым они приманивают зверя. Ну и вот, объедините эти два слова, и вы получите новое название карты, кодовое имя Дикий Край, САНОК. Название нам очень нравится, и мы надеемся, что вам оно тоже придется по душе. Ну, по факту, не знаю, какая разница. Называлось САВАЧ, стало САНОК, ну, если кому-то так более приятно, то хорошо, не так, чтобы сильно было важно. Ну и теперь давайте перейдем к действительно интересным вещам. Разработчики сказали, что теперь не нужны будут ключи, и закрытый сервер превратится в просто обычный экспериментальный сервер. И каждый, у кого куплена игра PlayerUnknown's Battleground, сможет поиграть на новой третьей карте. Вот что они написали. Вернемся к важным новостям. Совсем скоро начнется очередной этап тестирования карты САНОК, и на этот раз все, у кого есть копия игры в Steam, смогут ее опробовать. Закрытый экспериментальный сервер превратится в просто экспериментальный сервер. Ориентировочно через 48 часов он появится в нашей библиотеке Steam. Хочу уточнить, что не через 48 часов начнется тестирование данной карты, а через 48 часов появится экспериментальный сервер, для того, чтобы вы просто могли его заранее скачать. Если у вас не очень мощный и не очень быстрый интернет, то если добавить в библиотеку Steam данный сервер сразу же, как только запускать тестирование, вы не сможете играть какое-то длительное время, потому что весит он в районе 7 или 8 гигабайт, точно я не помню. Но разработчики об этом позаботились, поэтому вы сначала заранее скачаете клиент закрытого экспериментального сервера, а потом, когда уже стартанет тестирование, просто докачаете какой-то апдейт, либо уже сразу зайдете в игру и будете играть на новой карте Savage, ну которая теперь САНОК. Для тех, кто не знает, где и как найти закрытый экспериментальный сервер, скорее всего он будет как тестовый, если он у вас уже есть, то в принципе вам беспокоиться не о чем, но если нет, вам как только его добавят в библиотеку Steam, нужно будет зайти как раз таки в ту самую библиотеку, во вкладку игры, и если у вас куплена обычная игра PlayerUnknown's Battlegrounds, то у вас здесь есть обычный тест сервер, PUBG тест сервер, и также появится PUBG, но он станет не closed experimental server, а просто experimental server. Вы его просто качаете, устанавливаете все, что нужно, и также сможете поиграть на новой третьей карте. Ну и теперь давайте именно о расписании тестирования. Начало проводится в 5 утра по московскому времени 11 мая, и заканчивается в 14.00 по московскому времени 14 мая. То есть у нас есть несколько дней для того, чтобы с комфортом и интересом поиграть на новой карте, и разработчики обещали добавить туда немало нового контента. Помимо интерьера в домах, которые бы хотелось видеть каждому, они говорили, что разработают для данной карты специальные виды транспорта, новые виды оружия и даже систему подземных туннелей, которые будут находиться в одной из возвышенностей на карте. Ну посмотрим, что из вышеперечисленного они реализуют на данном тестировании, ждать осталось недолго. Ну а на сегодня все. Если видео вам понравилось, вы можете поставить лайк и подписаться на канал. Также напишите в комментариях, как вам новость о старте тестирования, о том, что данная карта перестанет быть закрытой, и чего вы вообще ждете от карты 4х4 под названием теперь уже Санок. Ну и вообще, нравится ли вам данная карта. Также хотел бы вас всех пригласить сегодня на стрим, он будет в 18.00 по московскому времени, приходите, пообщаемся, покатаем, отлично проведем время. Ну и до новых встреч, а следующее видео уже совсем скоро.